Давайте перейдем к следующему докладчику. Наталья Иван, компания CS Global Partners. Добрый день. Я являюсь менеджером по развитию бизнеса компании CS Global Partners. Это международная юридическая компания, специализирующаяся на вопросах второго гражданства и вида нажительства через инвестиции. Деятельность нашей компании поделена на два лагеря, то есть на два направления. Первое – это продвижение программ гражданства через инвестиции ряда карибских стран, правительства которых нам доверили это продвижение. И второе – это консультирование состоятельных инвесторов по вопросам второго гражданства и вида нажительства через инвестиции. Тогда я перехожу к презентации. Сейчас, одну секунду. Хорошо видно презентацию всем участникам? Спасибо. Обратная связь. Тема моей презентации – это гражданство карибских стран как план Б в условиях кризиса COVID-19. И тут я бы хотела остановиться на тех моментах, которые подсветил данный кризис. Он как раз-таки осветил вот эту необходимость иметь запасной аэродром, иметь второе гражданство, либо видно жительство в другой стране, так как это дает гораздо больше выбора. К сожалению, мы видим картину, что медицинские системы многих стран оказались не готовы к данному кризису, закрыты границы, бизнес многих людей сейчас терпит колоссальные убытки, налоги растут. И, соответственно, второе гражданство – это тот самый запасной план, который может дать людям возможность выбирать наилучшие для себя условия не только во время кризиса, но особенно во время кризиса. Почему вообще нужен план Б? Второе гражданство, оно, как я уже говорила, расширяет наш выбор. То есть мы вольны выбирать, имея второе гражданство, либо вид на жительство в другой стране, вольны выбирать, где мы хотим жить, где хотим давать образование своим детям, где мы хотим вести бизнес, либо платить налоги. Перед майскими праздниками глава правительства Мишустин подписал постановление о том, что сейчас российские граждане могут покидать страну, если они имеют второе гражданство или вид на жительство за границей. Вот это те новости, о которых я хотела бы сегодня коснуться. То есть как раз-таки многие, я думаю, на сегодняшний день клиенты смотрят на то, какие страны лучше справляются сейчас с условиями. Но я бы сегодня хотела остановиться непосредственно на программах карибских стран, так как это самый быстрый и доступный способ получить второе гражданство за инвестиции. Значит, почему мы говорим о Карибах и как сейчас страны вообще справляются с обстановкой. То есть в тех чрезвычайных обстоятельствах, с которыми мы сейчас столкнулись, карибские страны очень быстро адаптировались и начали принимать заявки онлайн. Это уже не первый кризис, с которым сталкиваются Карибы или какие-то, точнее, я бы сказала, обстоятельства непреодолимой силы. Еще вот пару лет назад, в октябре 2017 года, сильнейший ураган Мария прошелся по Карибским островам, нанес серьезный урон по Доминике, чуть менее сильный урон по Сен-Китсеневису и по другим странам Карибского бассейна. И еще тогда многие страны запустили онлайн-систему приема подачи заявок, что, собственно, дало некую базу для того, чтобы сейчас люди могли подавать заявки онлайн. Например, Сен-Китсеневис значительно упростил требования, и сейчас заявление можно подать с минимальным набором документов, то есть вам не придется никуда выходить из дома, чтобы собрать эти документы. Но физически будет необходимо эти документы предоставить, то есть оригиналы этих документов после отмены всех ограничений и режима самоизоляции, их необходимо будет выслать. Дальше, какую еще дополнительную уверенность дает паспорт Карибских островов. Это уверенность в том, что после того, как страны откроют границы, вы все еще сможете путешествовать, потому что мы не знаем теперь в новых реалиях, с чем столкнется мир, как теперь правительства будут выдавать визы гражданам других стран, насколько будет теперь тяжело или легко получить визу или куда-то поехать. Наличие второго паспорта Карибского как раз-таки этот вопрос снимает. Вот. Опять же, это дает какой-то дополнительный выбор для места проживания. Страны сейчас своих граждан пускают, то есть и Сен-Китсеневис, и Доминика, и остальные карибские страны, они открыты для своих граждан, они эвакуируют своих граждан из эпидемиологически опасных мест. Вот. Плюс сейчас самое время подавать заявку, потому что у многих бизнесменов освободилось время, и они наконец-то могут уделить этому времени. Вот. И плюс, например, для российских заявителей, что важно, да, для российских клиентов, то, что сейчас растет курс доллара, и мы не знаем, какой он будет завтра. Вот. И чтобы не ждать, когда он вырастет еще сильнее, многие сейчас начали подавать. То есть, на самом деле, вот у нас немножко бизнес, он замер там в первую неделю самоизоляции на российском рынке, а потом набрал новые обороты, то есть у нас повысилось количество клиентов как раз-таки за счет того, что сейчас наиболее подходящее время, и оно, это время есть у наших клиентов. Вот. Значит, поговорим о самих программах гражданства на Карибах, о самих островах, которые предлагают программы. Это пять островов. Сент-Китсен-Невис, Доминика, Гренада, Антигуэ-Барбуда и Сент-Люсия. Они находятся к юго-востоку от Майами. Туда, как правило, летают прямые рейсы из Майами или из Лондона. Можно добраться. Вот. Все эти программы предоставляют приблизительно одинаковый список преимуществ. Карибы – это самый быстрый и доступный путь ко второму гражданству. Все они предоставляют безвизовые поездки в более чем 120 стран мира, включая Шенген, Великобританию, Гонконг и Сингапур. То есть они предоставляют доступ к большинству деловых центров мира. Весь процесс можно сделать дистанционно. То есть процесс подачи, да, вам не придется ехать за исключением Антигуэ-Барбуда, которые требуют посетить свою страну на пять дней в течение пяти лет с момента оформления гражданства. Все остальные страны выдают гражданство дистанционно. Вам не надо будет посещать страну. Наш офис лондонский, он также работает дистанционно. Мы, в принципе, всегда и до пандемии работали в так таким образом. Никогда не просили наших клиентов приезжать никуда. Все можно было всегда сделать онлайн. Поэтому для нас на нашу работу никак не повлияло данная ситуация. Мы как работали, так и продолжаем работать. Вот. Значит, все эти страны, они предоставляют минимальное налогообложение. А если вы там не живете, то налоги вы там, соответственно, не платите. Также они предоставляют возможность включить заявление всю семью. Есть две основных опции приобретения гражданства через инвестиции на Карибах. Первый вариант – это невозвратная дотация в экономику страны, то есть фонд правительственный. На Карибах дотация начинается от 100 тысяч долларов. Например, на Доминики, на одного заявителя дотация в фонд диверсификации экономики составляет 100 тысяч долларов. Второй вариант – это инвестиция в одобренную недвижимость. Начинается от 200 тысяч долларов и предполагают совершенно различные инвестиции, квартиры, апартаменты, доли в отелях, доли в различных объектах. Вот. Об этом я еще буду говорить чуть подробнее позже. Вот. То есть это основные такие опции. Для тех из вас, кому интересно подробнее, как делается расчет, какие еще дополнительные будут платежи и так далее, я прошу вас связываться со мной любым удобным вам способом. И я сделаю для вас индивидуальный расчет и вышлю все необходимые дополнительные материалы. Расскажу о том, как вообще выбрать программу, на какие критерии нужно ориентироваться, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант именно под ваш запрос или под запрос вашего клиента. Далее я бы хотела остановиться на паре кейсов из нашего опыта. Вот как раз хочу рассказать вам про клиентов, которые обратились к нам в апреле. Первое – это пара… Так, сейчас, одну секунду, я какую-то хотела бы обратную связь получить. Все хорошо, слышно, видно презентацию, Максим. Да-да, все отлично. Да, спасибо большое. Значит, я бы хотела, да, дальше рассказать про наших клиентов. Значит, первая пара – это Рустам и Юлия, которые обратились к нам в апреле. У них сын пяти лет. И также в заявлении они хотят включить родителей Максима… Ой, Рустама, простите. Да, Рустам и Юлия, да. Юлия является профессиональным косметологом с медицинским образованием. И до рождения ребенка она работала в одной из клиник. Пять лет назад, когда она вышла в декрет, вместе с Рустамом они открыли первую собственную медицинскую косметологическую клинику в Москве. Сейчас они владеют сетью клиник в Москве и недавно открыли еще филиал в Санкт-Петербурге. И их мечта – это открыть филиал в ближайшее время в Лондоне для русскоязычного населения. Также, возможно, в планах открытия каких-то филиалов по Европе. Соответственно, они обратились к нам с таким запросом. Им интересно путешествия без виз, расширение бизнеса, а также они планируют покупку апартаментов, инвестировать в апартаменты в Лондоне. То есть потенциально это будет жилье для сына, так как они планируют отправить его на обучение в Лондон. А пока квартира будет строиться, и до того, как ребенок подрастет, они будут ее сдавать. Соответственно, для них очень важен безвизовый доступ к Великобритании, к Шенгену. Пообщавшись с ними, мы остановились с этой семьей на программе «Гражданство через инвестиции» Сенки Циневиса. Сенки Циневис предлагает платиновый стандарт Карибского бассейна. Это старейшая программа, существует с 1984 года. У них очень развито сам процесс подачи заявок и обработки. Из преимуществ, почему клиенты остановились именно на этой программе, так как она дает наибольшее количество стран мира без виз, более 160 стран, там очень легкие понятные требования, и это выгодная опция для семей. То есть для главного заявителя дотация в фонд правительственный обходится 150 тысяч долларов, плюс 25 тысяч долларов за супругу, и далее каждый дополнительный ждемец идет за 10 тысяч долларов в США. То есть с учетом того, что они включали заявление и ребенка, и родителей, для них эта опция оказалась самой выгодной. Плюс еще такой бонус, да, это то, что Сенки Циневис дает возможность, единственная юрисдикция, которая дает возможность оформления, ускоренного оформления заявления, то есть в течение 60 дней для добропорядочных заявителей Сенки Циневис выдает гражданство уже гарантированно. Эта опция идет за дополнительную плату. И второй кейс, на котором я бы хотела бы сегодня остановиться, это индивидуальный заявитель, который оформлял гражданство для себя. Кирилл, он очень много путешествует по своей работе. Он психолог, коуч, профессиональный бизнес-тренер, и он владелец крупной тренинговой компании. Сам он из Екатеринбурга, вот, и очень много путешествует по работе. Он бывает в Европе, в Украине, Великобритании, и хочет быть уверен в том, что после того, как все границы будут открыты, он сможет продолжать свои путешествия, и не будет зависеть от изменения визового режима. Вот, значит, он выбрал для себя программу гражданства через инвестиции Доминики, так как это наиболее доступная программа для одного заявителя, то есть сумма инвестиции начинается от 100 тысяч долларов на одного заявителя, 175 тысяч на супружескую пару, 200 тысяч на семью четыре человека. И Доминика предоставляет высокую мобильность, более 120 стран мира без виз, включая Великобританию и шенгенские страны. Это очень быстрый процесс, то есть из последних кейсов у нас было выдано гражданство за 45 дней. На данный момент Доминика также принимает заявление онлайн, а после предоставления физических документов будет выдано одобрение. Вот, то есть такие вот решения мы предлагаем. Расскажу немножко больше, да, про нашу компанию. Мы также занимаемся и другими существующими в мире программами гражданства через инвестиции и виды на жительство. О всех этих программах подробнее вы сможете узнать на нашем сайте CS Global Partners, а также написав мне, я могу с вами связаться, провести консультацию онлайн, либо выслать какую-то дополнительную информацию по интересующим вас юрисдикциям. Как я уже говорила, мы являемся эксклюзивными правительственными представителями ряда карибских стран, включая Доминику и Санкиценелис, о которых шла речь в моем докладе. Наш головной офис находится в Лондоне, что предоставляет не только удобное с логистической точки зрения место для встреч, а также гарантирует конфиденциальность и сохранность всех файлов наших клиентов. У нас есть русскоязычный отдел по работе с клиентами из России и СНГ, русскоязычные юристы, которые имеют 100% одобрений по всем заявлениям клиентов из России и СНГ. Также мы предоставляем широкий спектр сопутствующих услуг по запросу клиентов, и у нас очень широкая партнерская сеть, не только по России, но и по всему миру. Соответственно, если у клиентов возникают, а как правило они возникают, дополнительные запросы по покупке недвижимости, по обучению детей за границей, по налоговому планированию и так далее, вы можете всегда к нам обращаться, и мы устроим вам консультацию профессионалов. И мои контакты вы видите сейчас на экране, я буду рада всем вашим вопросам и обращениям ко мне напрямую. Также здесь укажен наш сайт, где вы можете подробнее ознакомиться со всеми программами, которыми мы занимаемся. Буду рада пообщаться с каждым из вас лично.